Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нам двоим уже за 40, сказали мы знаем, живут дети-тунейджеры от прошлого брака, 12-16 лет. Наши дети знакомы, здесь нет никаких проблем отношения на расстоянии, 3 часа на машине. Встречи пару раз в месяц на протяжении 3 лет. Переезд ближе невозможен. Его предложение заключается в том, чтобы жить вместе, когда дети вырастут. Мы поссорились по телефону и не контактируем уже неделю. Я думаю, что причина ссоры моё недовольство неразвитием отношений. Он не знаком с моей семьёй, соответственно, я не знаком с его. Я провожу отпуск со своими детьми, он со своими. Он внезапно решил уехать на отдых один, потому что представилась возможность. А я на работе. Я возмутилась, что без меня. В ответ он повысил голос, закричав, что он не обязан отпрашиваться, а только нужно сообщать друг другу о планах. Я, конечно, сильно страдаю, потому что он для меня стал близким и мне с ним рядом очень хорошо и спокойно. В интимном плане тоже, по-моему, всё прекрасно. Но, соответственно, редко в силу расстояния. Хотя, должна отметить, в последнее время от него много критики в мой адрес. То я влезла в его разговор на кассе в магазине, задав вопрос. То я громко выразила восхищение в общественном месте. Я думаю, это тоже выплески недовольства с его стороны. Раньше при паромных сорок я звонила первой. Он был рад идти на примирение. В этот раз я категорически не хочу звонить первой, но и страдаю от разлуки и неизвестности. Порой для неслотник сконцентрироваться на работе и делах. Спасибо. Ну, Аноним, а за что спасибо? Давайте вот с этого начнём. Спасибо, за что? Как бы, у вас, ну, в тексте нет вопроса. Есть только описание ситуации и всё. Что вижу я, это... Низкий уровень эмоционального интеллекта, то есть вы не замечаете того, что с вами происходит. Отсутствие в вашей паре бесконфликтных форм общения, бесконфликтных форм взаимодействия и ваше, значит, непереносимость, ваше неопределённость. Плюс, плюс, вы говорите, что чувствуете себя с ним хорошо и спокойно, что означает, что без него нет. То есть это вот история про то, что с ним вы чувствуете себя как бы, ну, более... Ну, более целостно, давайте так сказать. Более цельный, да, наверное. И вот эти проблемы нужно решать. Это первое. Почему я говорю про, допустим, низкий уровень эмоционального интеллекта? Почему я говорю об этом? Ну, на мой взгляд, это связано с тем, что... Вот вы возмутились, что без вас. То есть, ну, как это работает? То есть, вот, вот, вот взяли просто и возмутились. Ну, вот, вот просто взяли и просто возмутили, возмутились. Но я думаю, вы понимаете, что это не совсем так. То есть, ваше возмущение... Что это значит? За вашим возмущением... Что-то находится за вашим возмущением, что-то стоит. И вопрос заключается в том, хотите ли вы это выяснить, что находится за вашим возмущением. или нет? Потому что, если... Если хотите, то это одно. И это хорошо. А если вы не хотите выяснять и... считаете, например, что... Ну, во всем виноват, собственно, мужчина, да? Это другое. И... Пожалуй, что... За эту позицию, вам, так же, как и за предыдущую позицию, нужно взять ответственность. То есть, если вы считаете, что человек не прав, если вы считаете, что, ну, вот, как-то, да, что он там, не должен, например, ездить один в отпуск, допустим, то... что изменится? Ну, то есть, он как считал, так и считает, он так и будет считать. Вот. Как вы-то относитесь к тому, что нужно делиться только планами. Ну, в смысле, ставить в известностях о планах. Как вы к этому относитесь, вы не написали? Вот. Вы говорите о том, что... Первый слиний контакт. И есть ощущение, что вы это делали не просто так. Есть ощущение, что вы это делали из определенной надежды. Это как бы, ну, как будто бы, знаете, вот, как будто бы... как будто бы инвестиция это была. То есть, как будто бы, вот я сейчас на контакт с ним пойду. Вот. И, в общем, что-то будет. Вот так. Так это выглядит. А в итоге как-то вот ваши ожидания не оправдались, да? В итоге как-то вот ситуация разворачивается, ну, несколько не так, как вы, например, хотели бы, хотели бы, чтобы она разворачивалась. Вот. И вам от этого плохо. Понимаете? Вот. То есть вы ждете чего-то от мужчины. Ну, на мой взгляд, очевидно, что вы, ну, считаете, опять же, что виноват он и что он должен первой звонить. То есть, с одной стороны, у вас получается там ваша собственная негативная реакция на гордость. ну, на, на, на ситуацию, ситуацию. То есть, на то, что он вот исчез из вашей жизни, на то, что он не идет с вами на контакт, на контакт и так далее. Вот. С одной стороны. с другой, с другой стороны, у вас, ну, гордость. Это неплохо, вы поймите. То есть, я не хочу, ни в коем случае не говорю, что это плохо, я ни в коем случае не говорю, что вы поступаете неправильно в этой ситуации. Я просто говорю о том, что вам нужно определиться, на мой взгляд, эм, какая, какая позиция это ваша, где ваша позиция вообще? Вот. А, ну, есть ли она эта позиция у вас? Если есть, то как вы ее эту позицию выражаете, продвигаете и отвечаете за нее? Потому что, ну, вот, пока что есть ощущение, что ничего такого нет. Пока что есть ощущение, что не оправдывает мужчина ваши ожидания. Ну, вот. Ну, и плюс, конечно, недовольство растет от того, что вы на расстоянии. тут это точно такой момент, такой момент. Кроме того, кроме этого, вы не выразили, на мой взгляд, свое отношение к тому, что он предлагает. его предложение. То есть, ну, вот, его, ну, его, его предложение. У него есть предложение? Да, у него есть предложение, есть место, там, когда, там, дети вырастут, да? Вот. ну, предложение такое вот, плюс-минус, то есть, ну, нехорошее, неплохое, просто вот, ну, просто предложение. А, непонятно, как вы к этому предложению относитесь, именно вы. То есть, вам это предложение подходит. Вам это предложение не подходит, опять же. понимаете? Понимаете? То есть, ну, вот, тут как-то вот, довольно нечетко все. Я бы так, я бы так сказал. И, соответственно, соответственно, это вам, как мне кажется, и мешает. Вот. То есть, есть неопределенность, ну, вот, ну, в вашей жизни, есть неопределенность, вы, это оставляете, условно говоря, человеку. То есть, ну, как бы, вы говорите, ну, ты решай. Ну, мужчины, и решай. По-своему, не так, как хотите вы, по-своему. Я не говорю, что он хорошо решает, я не говорю, что он плохо решает, я говорю, что он просто решает. не так, как вы хотите, да. Это, вероятно, проблема. То есть, вы сталкиваетесь вот с реальным человеком, в данном случае. Не с образом, да, который вы, ну, могли бы себе, себе, себе нарисовать, да, а именно вот с реальным человеком, с реальной личностью, да, у которой есть свои, там, плюсы, у которой есть, там, свои минусы, и так далее. Вот. И ваша задача, на мой взгляд, заключается в том, чтобы выработать отношение к этому. То есть, как вы относитесь к тому, что человек, например, там, допустим, ну, к примеру, ну, вот, высказывает недовольство вам. Как вы относитесь к тому, к тому, что, ну, человек как-то вот вас, там, например, не знаю, прерывает, да, и так далее. То есть, вот как вы к этому относитесь к всему? Потому что, штука в том, что, скорее всего, это не закончится. То есть, ну, вы, там, допустим, померитесь, да, это не уйдет, это не исчезнет. И вам важно выработать к этому свое отношение, опять же. Вот. Потому что, если вы этого не сделаете, то вы будете снова и снова как-то вот, сталкиваться с разочарованием. Вот. И, само собой, будете страдать. Вот. Естественно. Поэтому, вопрос здесь заключается в том, чтобы вот как раз эту историю рассмотреть. И, когда все, все, все факторы, вот эти, будут рассмотрены, да, когда вы скорректируете то, о чем я говорил, я думаю, что именно в тот момент, ситуация начнет, ну, скажем так, проясняться. Вот. Ну, в той, в той или иной степени, да, она начнет проясняться, она будет проясняться. Вот. И тогда вы уже, в принципе, сможете решить, решить, как вам действовать дальше. На мой взгляд, как-то, как-то так, на мой взгляд, можно ответить вам на вопрос. На этом все, пожалуй, что я хотел сказать вам сейчас, по крайней мере. Я надеюсь, что вам мой ответ понравился, надеюсь, вам это было интересно, надеюсь, вам это было полезно. Буду вам, буду вам благодарен за обратную связь по нему, по моему ответу. это позволит вам начать над собой работу, это позволит вам сформулировать базовые постелаты для психотерапии, постелаты, если вы, если вы хотите, если вы хотите заниматься, да, если вы хотите пойти, ну, если вы хотите, вы хотите пойти на психотерапию, то это вот как раз история про это, то есть вам нужно, ну, вам нужно сформулировать базовые постелаты, и, да, я думаю, что от этого вы уже будете отталкиваться. Вот. Что нужно сделать, в первую очередь, на мой взгляд, так это то, чтобы повысить вашу, так скажем, переносимость к неопределенности, потому что с ней сталкиваются так или иначе все, и если вы ее не переносите, то естественно, это делает вас как-то, ну, как-то более уязвимой. То есть это вот само собой, ну, само собой, да, очевидно, доброщадно. Вот, поэтому решать вам, как действует, вот, но с моей стороны ситуация выглядит вот такой, как я ее описал. Я вам желаю всего самого доброго. Я надеюсь, что вы для себя обязательно выводы какие-то сделаете, вот. Я извиняюсь заранее, если что-то вам было неприятно, я допускаю, что-то вам могло быть неприятно слышать, вот. Но постарайтесь соотнестись к этому, отнестись к этому, пожалуйста, в той позиции, что это не обвинение, а просто желание дать вам пищу для размышления, да, чтобы вы как-то вот подумали, поисследовали, вот, вышли немножечко за рамки привычного, привычного, возможно, привычного вашего мышления, которое, ну, очевидно, да, ведет вас, точнее, очевидно, в никуда. Желаю вам во всем разобраться, желаю вам обратиться за помощью, вам это необходимо, всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok